О чём мечтается, всегда сбывается И если мучиться, то всё получится Что не сбудется, то позабудется И когда-нибудь, когда-нибудь кого-то влюбится Субтитры подогнал «Симон» Наступил 1211 день нашей телестройки Уже завтра мы узнаем имя победителя конкурса Кто хозяин в доме 2 А сегодня на повестке дня распределение жилья В ВИП-доме на данный момент проживают две пары Надя Скороходова с Мишей и Степан Менщиков с Натальей Гости и проекта Комната, где раньше жили Саша Гобозов и Надя, свободна Перед отпуском ребята переселились в старый дом В комнату солнца Но окончательно переехать обещали после отдыха Уезжая, они предложили свою освобождённую комнату Наде и Мише На что те с удовольствием согласились К тому же сейчас они как никогда нуждаются в комфортабельном жилье Ведь вчера в городке узнали о беременности Наде Скороходовой Однако на проекте есть ещё пары, которые, возможно, будут оспаривать их право на комнату Карина и Рустам, Саша и Алёна не раз говорили о возможном заселении Остаётся дождаться вечера и узнать, кто же станет хозяином свободной комнаты Сегодня вторник, да? Да? Угу Заселение Ты будешь их поддерживать? Кого? Сашу, Алёна, если они заселяться захотят Буду Ну, я подумаю ещё Только единственное, действительно, надо думать, что тогда будут собрать вещи, да это Перевезти к Гобозову уже Угу Туда переехать Мы их пока там куда-нибудь сложим Ну, давай позвоним, пойдём Гобозов И просим, когда они приедут Просим, когда они приедут Сейчас я приеду, всё в порядок Ну, да, да, да Блин, какой дождь Дождь, да? Угу Теперь их будет много-много Я могу сказать, ребята, что самое тяжёлое время здесь в доме Это осень Осень? Потому что идёт депрессия Ты начинаешь думать о том, что что-то не то Как будто бы эта погода зависит от тебя Что ты в чём-то виноват Поэтому такая плохая погода Я когда первый раз пришёл на дом, я ушёл именно вот в такую погоду Я не мог её терпеть Мне казалось, что я умру здесь Любимым человеком в такую погоду хорошо Хорошо, да? Дождик, чё? Под одеяло залез Угу С Каринкой Прекрати это делать Что? Прекрати Что прекрати? Говорите это Карина, Рустаму грустно очень Осень уступила А ты, Евгенька, скоро приедет Ну ладно, Евгенька Что по Рустаму настроение поднялась сама Да Алло, Саш, ты? Да Саш, привет, это Надя с дома Саш, слушай, как у вас дела? У нас всё хорошо О, я рада очень за вас Сашуль, скажите мне, пожалуйста, а когда вы приедете? Ну, послезавтра Послезавтра, Саш, слушай, у нас сегодня заселение Там будут заселяться, поэтому мы переезжаем с Мишкой в вашу комнату А, вы переезжаете нормально Ну всё, давайте, пока Целуем вас Ну что, послезавтра они приедут Смотри, а ты не обломишься на самом деле, если тебя Ребята хотят на твою комнату претендовать? Нет, они не хотят Они не на мою хотят Там в комнату Гобозова Ну как бы не Гобозова, Гобозова туда переселяется Надя переселяется в комнату Гобозова Мы в комнату Надя, а они в нашей Я просто думаю, что Саше всё равно куда заезжать Лишь бы заехать, правильно, со своей любимой девушкой Да, мне комната какая-то, чья? Ты заезжать хочешь? Она спешить не хочет Лишь, ну пора заехать Ребята-то пусть заезжают Просто ты меньше апеллируй вот к этому Гобозов, солнце Я их не видела, не разговаривала Меньше, меньше О себе больше Вот в этих ситуациях О себе больше Надо о себе думать Думай о себе Думай о себе Она не видела Надя, я тебя предупреждал Предупреждал Что предупреждал? Миша, ты хотел войны Она началась Это что-то не устраивает Саша, насколько ты знаешь У нас сегодня заселение ВИП-дом Да, я уже в курсе У вас пара с Алёнушкой, да? Мы её не объявили Но собираемся это сделать Ну, всем и так Да, это понятно Потому что у вас отношения были и за периметром Ну, так сложилось, да А то, что вы объявите пары Это, ну, нонсенсом не будет для нас Мы это и так всё увидим Я понимаю, поэтому мы и не спешим с этим Сразу предложим, чтобы мы заселились в домик И как пары На лобном месте сегодня Так вы сегодня будете претендовать? Хотелось бы Как я понимаю, солнце Уже Должна переезжать И освобождается комната На которую претендует Кого сейчас нет Это Саша с Надей А если, допустим, они не переезжают Но мы же все прекрасно понимаем Что они по факту заселены в старый дом Да, в старую комнату И по идее ВИП-комната пустая И даже если они не будут переезжать Вы будете бороться? Или оставите ребят в покое И будете ждать следующего голосования? Не, мы поборемся Потому что, в принципе, там и комнату Стёпа занял Я так думаю, нелегально Так что побороться, ты считаешь, можно? Свобожно Я думаю, стоит сегодня побороться И мы даже Борьба будет уместна Мы выборим комнату По-любому Ален, ну, насколько я понимаю Вы сегодня с Сашей Собираетесь претендовать На комнату в ВИП-доме Да, да На какую конкретно комнату? Мы хотим на Розовую По факту в ней живет Миша и Надя Насколько я понимаю Нет, по факту в ней живет Саша и Надя Габозова Габозова, но они в отпуске Да, их нет И ситуация такая, что Я считаю, что в ней никто не живет Потому что официально голосования не было За то, чтобы Миша и Надя переехали в нее То есть они просто как бы дали Я хочу попробовать Попретендовать конкретно на эту комнату Да Хорошо, но вы повторяете историю Фактически Миша и Надя Вы не думаете, что вас будут обвинять в том Что вы слишком хорошо устроились Только уже парой фактически приехали на проект И сразу вам и вип-жилье То есть бороться вообще не за что Никаких усилий До того, что как здесь все участники проходят Испытания, там, построения своей любви Вас не было Вы уже до этого все создали Мы не жили вместе, Ксюша, абсолютно То есть если он оставался у меня Если уж пошла эта тема Я оставалась у него на даче Это не значит, что мы жили вместе в быту И в жизни Я его не знаю как человека Я поняла Хорошо, а как ты думаешь Кто проголосует против вашей пары? Я не знаю Насчет Гобозовых можно? Учитываются ли голоса? Сегодня они голосовать не будут Потому что они в отпуск Значит, только Надя, Миша Я считаю, что все поддержат нас Ну, Руся, я тебя позвала поговорить О наших отношениях Что вообще с тобой происходит? Может быть, что ты со мной Происходит, мне хотелось бы От тебя это узнать Да, просто мне непонятно Так как ты сам прекрасно понимаешь Что ты объявил нас в пары И сегодня вселение в домик И поэтому я думаю Что и у меня будут спрашивать ребята Несмотря на то, что я прораб Будем ли заселяться мы с тобой? И поэтому я не пойму Мы вообще пара, не пара Будем, не будем И что у нас еще между нами происходит? Что за... Даже не буду говорить Негатив с твоей стороны Ну, какое-то недовольство Раздражение Это с чем связано? Заселяться мы никуда не будем Это ни к чему все Ни тебе, ни мне Это не нужно Мне вообще что-то Эти все перемены Нафиг не нужны Признаюсь Не хочется Сейчас А теперь представь На лобном поднять вопрос Относительно этого всего Какие лица я увижу вокруг Дружеские мне лица Сразу превратятся В кислую мину Очень не хочется Это увидеть Раз Во-вторых Мне не хочется Комментариев со стороны Бешеных собак Старого дома Понимаешь Их там уже и так Немного осталось Половину отстрелили Слава Богу Ну, все равно В любом случае Неприятно Поэтому лучше Этот вопрос Не инициировать Ты вчера так мило Общался с Кристиной Кувыркался И так далее Там подобное Что в этих кувырканиях Ты пересмотрел Что? Мне не нравится Кристина Она мне не нравится Ты об этом? А наши с тобой отношения Они Как тебе сказать Они На новой стадии находятся Ты думала Все будет гладко Все хорошо Я вот бываю такой Да Злой Нелюдимый Мне хочется Побыть одному И я ругаюсь И что тут такого Ну, как у тебя дела? Ой, слава Богу Пока все хорошо Ну, после вчерашнего Лобного места Чего уж хорошего Ну, по-моему, наоборот Если бы не вчерашняя Вот эта вот ситуация Я бы, наверное, так и не поняла До конца Что уже Степан за человек И не взбодрилась Скажи, пожалуйста Есть здесь люди Которые тебя поддерживают? Я что-то не вижу Что ты меня с кем-то общала Да, Ксюша Мне очень трудно Меня поддерживают В основном только старички Наверное, потому что Они прекрасны Нам с ним делить нечего У нас никакой зависти нет Просто хорошее общение И потому что они сейчас Озлоблены против Степана Поэтому тебя и поддерживают Ну, против Степана, наверное Ну, и все-таки как-то Мне с ними проще А новенькие девушки Они, наверное, все-таки Видят какую-то там Не знаю, наверное, конкуренцию Какую-то у них злость Что бы я ни сделала Они постоянно это находят Что все-таки я сделала Это неправильно Ну, и значит Из новеньких девочек Ты ни с кем не собираешься общаться? Нет, почему? Я как бы с ним не враждую И не общаюсь Хорошо, не дружу А тебе самой приятно Находиться и наблюдать За отношениями Наташи и Степы Ну, зачем тебе это нужно? Вот ты приходила на проект к Степану Зачем тебе здесь сейчас оставаться? Ну, все-таки я же Наверное, главная цель была Построить любовь Да, в тот момент был со Степаном Но как-как Так как в Степане Я очень-очень сильно разочаровалась То я думаю Ко мне будут проходить парни И все получится И будешь мстить Степану Таким образом? Ну, может быть Это будет Но все-таки Не главной целью Что, сегодня вселение Викдом, да? Угу Будете претендовать? Я спросила уже у Рустама Потому что я знала Что он меня будет спрашивать И что? Не, мы не будем претендовать Не будете Да тебе и так иммунитет дадут Да почему ты зажим иммунитет? С чего так Ты так уверена? Карина, ты не уверена? Уверена Ну, это что ты говоришь Не, не уверена, если честно Да не это Не цену не набивай Не, ну как можно быть уверена? У нас же все бывает Даже раз и ушел Не планируя Я прекрасно понимаю Что ты яркая девочка Тебя сейчас отсюда Никто не отпустят Да Степа, ты решил без нас уехать? Как жаль Как жаль Ну а Степа пошел Может мы не поедем туда на фотосессии? Я так хочу спать Я хочу, я хочу спать Я хочу спать Сеня Я позвонила Гобозовым Они, короче, приезжают послезавтра И все свои вещи они перевезут послезавтра Чтобы вы официально сегодня въедете в комнату А не официально в четверг Подожди, мы что-то такое претендуем Ну, что, думаешь, вас не поддержат, что ли? Ну, вообще, я тебе говорю Если вас поддержат Если вы въедете официально То есть давайте вы потом въедете в четверг В этом плане, да Гобозовы вещи свои перевезут в Сарыдово Мы перевезем в их комнату И вы там уже разберетесь с комнатой Мы еще не решили, в какую комнату мы хотим въехать Наташка уже заняла нашу комнату Она уже хочет со Степой Алена уже решила Что ты говоришь, что ты не решила? Ты решила вселиться в розовую комнату В Надину и Гобозовы? Нет, в Надину и Гобозовых мы официально вселились Они официально передали нам эту комнату Как тут может кто-то что-то передавать? Они пришли сестендовать и мы будем поддерживать Мы официально переехали в их комнату То есть мы официально уже живем там Но вы же там не живете по факту Мы по факту не живем Потому что мы договорились с Гобозовыми Что мы пока вещи сюда не перевозим потому что они еще не успели перевезти оттуда вещи. Надь, ну мы имеем право представить туда, куда мы хотим. Зеленую, розовую или красную. Логично? Хорошо, мы тогда тоже будем опять претендовать на розовую комнату. Хорошо. Хорошо, отдохни, загори. Сами плюнь. Все, давай. Счастливо тебе. Еще с компьютером она. Еще встретимся с тобой. Ну да. В этом отпуске. Так, на какую ты комнату претендуешь-то? Об этом ты узнаешь на лобном месте. А, да? Миша, пожалуйста. Ну, как бы, нашей поддержки, вы же так понимаете, но вы не увидите. Я все сделаю, чтобы вы не увидели еще поддержки других людей, если это будет в моей силах. Хорошо. Я же по-человечески объясняю. Я просто объясняю вот так вот. Мы живем в этой комнате. Мы имеем право презентовать, на какую комнату мы хотим. Какая разница, цвет какой. Надя, я тебя предупреждал, предупреждал. Что предупреждал, Миша? Ты хотел войны, она началась, если это что-то не устраивает. Ален, зачем ты войны? Мне предупреждали. Против тебя я не воюю, он что-то хочет у меня постоянно. Ален, я тебе объясняю, что это не по-человечески. Когда я была одиночка, было совсем по-другому. Ален, это просто понимаешь, что не по-человечески. Мы официально живем в розовой комнате. Как официально, если мне говорят неофициально? Официально розовая комната занята, мы там живем. Вот я тебе говорю, если мне скажут, что это официально, все прям без вопросов. Да, они действительно официально туда въехали. Просто вопрос о том, что меняется. Каждый раз голосуют по-разному. А с другой стороны, они же не постоянно по-человечески. А с другой стороны, где лодка? Я много чего не ожидала от твоего Миши. Да ты скажи спасибо, что поддержали твоего Сашу, что он здесь находится, елки-палки. О, спасибо тебе большое, как будто бы ты меня один поддержал. Причем здесь я, моя Надя поддержала. Я бы ничего вам не говорила. Причем здесь я тоже вас поддерживаю во многом. Да никакая она не твоя, она Чуева. Ну ладно, ладно. Надя, а ты что такая? Да я просто в шоке вообще. Что ты в шоке? Я же тебе предупреждал, что вот этому человеку не стоит доверять. Все понятно, было изначально. Я вчера твоего звонка ждала, ждала. Бабушка тоже переживает, вообще переживает. Ну что же, мне кажется, что день-то. Ну вообще как-то, знаешь, знаешь, что я за что переживаю? Мы переживаем не из-за того, что там тебя нету, или ты взрослая девочка, но из-за того, что понимаешь, я не понимаю, как ты вообще, я не так ты там садаптировалась, сейчас нормально. Ну так, условно, вчера у меня молодцы старенькие вообще. И Солнце, и Сэм, и Настя вообще молодец. И Тори, и... Ну да, только старенькие. А новенькие, а новенькие? Одна более-менее нормально поддерживает Алёну. Слышишь, понимаешь, новенькие, вот, знаешь, вот я сколько разговариваю вообще, ты понимаешь, вот ты там самая хорошенькая, вообще хорошенькая, не то, что ты там дочь моя. Ты понимаешь, сейчас начнут приходить мальчишки, сейчас все начнут приходить к тебе. Вот, вот, попомни мои слова. И понимаешь, у этих вот новеньких чистая женская ревность к тебе, понимаешь? Да это я знаю. А, Ленке вчера звонила. Я все, да, рассказала. Ну, ничего, она тоже молодец. Она говорит, если ты сумеешь выкоротиться из-за этой ситуации, тебе будет большой плюс. А если нет, ну, вот, говорит, тебе лишняя проверка, и если нет, то, ну, оп, лишний опыте не помешает, будешь знать. Я к тебе как относилась, так и отношусь, понимаешь? Все, портит все Миша. Ну, честно, ну, я за Мишу так и за Миша. Делай за Мишу, делай принципиально. Ален, ты не понимаешь. К тебе отношение никак, в смысле, что я не понимаю. Ты не понимаешь моего отношения к тебе, как ты не поймешь, что... Я вижу его отношения, как поменялось его отношение, как он мне говорит, ах, ты такая-сякая, там, привела, не привела, он мне говорил. Ален, он шутками своими... Шутками, он не раздражает своими шутками, всех он уже раздражает своими шутками. Но он своими шутками делает хуже. Он перегибает палку, понимаешь? Я принципиально, если вдруг получится так, что я выиграю эту борьбу, я заселюсь в розовую комнату, если ты так хочешь, у нас тем более сейчас девушка в положении, мне очень не хочется, чтобы ты нервничала. Миша говорит, ты посмотришь, и ты просто мне начинаешь говорить, по правилам, по правилам, я если хочу в эту комнату, я заселюсь. И я понимаю, что ты человеческих отношений, как бы то, что для тебя это не важно, а именно по правилам ты заселяешься в эту комнату. Ну вот скажи мне, вот что мне делать, если Миша, если у меня очень плохие отношения, он меня раздражает, понимаешь? А к тебе я хорошо отношусь, вот как я должна поступить? Я считаю, что я поворачиваюсь к жопу по отношению к Мише, а не к тебе. Дайте я скажу, ты, ребят, сейчас позоришь, и дай мне сказать... Оль, утухни вообще! Я тебе еще раз говорю, дай мне сказать, что, Карин, тебя все слушали, все ребята на лобном месте. Надя, действительно, ты высказалась, пусть выскажутся другие. В чем дело вообще? Ну ты, 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 говори. Так, Миша, в чем дело, что за оскорбление вообще? Ну я очень рада, что сегодня мы претендуем на домик. Может, мы все-таки заселимся, да? Наконец-то в своей жизни будут перемены, дождаться. Наконец-то мы поставим под него куриные ножки. Это что, мы будем рядом, на самом деле, неважно, какой цвет у комнаты. Важно, что мы вместе. Ее можно будет перекрасить. Слушай, а почему бы тебе самой не изменится? Ты не хочешь? Я собиралась перекраситься. Да? У меня просто эти краски, я тебе могу показать. Может, ты уже дать? Сберут ли, да? Сберут ли, да? Как это не надо? А давай, давай, они все им упакованы. Я хочу просто на край. Давай ты сам выберешь ей цвет. Цвета абсолютно красные, но как раз после... Нет, не трогайте, да? Мы не трогайте, да? Мы не знаем, да? Нет, знаешь, на самом деле, краски, они наоборот, да, продают только какой-то красивый оттенок, блеск волосам. Я так хочу, я не хочу. Я так хочу, я не хочу. Внимание, посмотрите. Набор цветов, которые мы можем предложить. Просто я не знаю, почему так, почему я... Я ее с первого дня, она мне очень понравилась, я ее всегда поддерживала, всегда к ней хорошо относилась. Она говорит, Надь, я дам тебе эту розовую комнату. Ну, типа, я просто, типа, этим хочу проучить Мишу, типа, чтобы он больше не шутил в мой адрес. Так а чем она этим меня проучит? Ты шутками своими людей против себя настраиваешь. Да не важно, да я вообще буду людей настраивать против нее. Кого, кто в моих силах, ну, кого я смогу как-то настроить, я объясню, кто увидит в этом человеке действительно, кто она есть. Тут, как бы, ну, значит, будет голосовать против нее. Все элементарно. Миш, что ты о голосовании-то говоришь сейчас? Да какая? Потому что говорю о голосовании. Она меня хочет так наказать, а я ее вот так вот накажу. Квартирный вопрос всегда и во все времена являлся яблоком раздора. Наш проект не исключение. Сегодня мы узнаем, что важнее, цвет стен или дружба. Встречайте, Ксения Бородина. Ну, судя по тому, как сегодня разоделись Саша и Алена, цвет стен все-таки важнее. Ребят, объясните вообще, в чем проблема? Неужели розовые стены, это так важно для удобства? Слушай, можно я первое скажу, пожалуйста? Ксюш, у меня такая ситуация сложилась. Дело в том, что мы, ты помнишь, как официально Саша с Надей передали нам комнату, и что мы официально живем в комнате в Розовой, но мы туда не перевозили свои вещи, потому что там полная комната вещей Гобозовых, и так как они еще не перевезли свои вещи в старую комнату, мы не переехали в их комнату. Так, секунду, меня в этот день не было, поэтому, ребят, прямо официально было такое что? Можно я скажу сначала? Можно я скажу потом? Как это нет? Официально голосования не было для того, чтобы вы жили в Розовой комнате. Ну как это нет, тогда было? Можно мне сказать, пожалуйста, ребят, послушайте меня, у меня другая ситуация. Я помню то, что первый день, как только Алена пришла, я единственный первый человек, которая к ней подошла, и всегда ее с этого дня до сегодняшнего дня, всегда ее во всем поддерживала. Когда Алена подходила ко мне и просила, Надь, там-то, там-то поддержи меня, я говорю, без проблем, поговори с Мишей, я говорю, без проблем, я вас поддержу. Аленочка, ты мне очень нравишься, я всегда хочу с тобой дружить, и я тебя во всех вопросах поддержу. Сегодня стоял вопрос не в этом. Я говорю, Ален, ты понимаешь, она говорит, по правилам проекта я могу заселиться в эту комнату. Я говорю, Ален, давай забудем о правилах проекта. Я тебе говорю по-человечески, то, что ты хочешь заселиться в эту комнату, И тем самым ты выгоняешь нас с этой комнаты. На что она мне говорит, что меня достали Мишину шуточки, и я объявляю Мише войну. Я говорю, Ален, при чем тут ваша война с Мишей? Ты поворачиваешься ко мне с задницей. Я все время тебя поддерживала. Ты понимаешь, что я глубоко разочарована в этом. То, что я не ожидала от Алены, что она так поступит. Это чисто по-человечески, я ей объяснила. Ален? Официально заселения в розовую комнату не было. Это во-первых. Я тебе говорю сейчас про человеческие отношения. Во-вторых, про человеческие отношения. Я хотела пересмотреть светочку зрения. Мы начали этот разговор. Я просто сказала девчонкам, развили все вместе. Но после того, как Миша сказал о том, что он собирать будет коалицию против нас и голосовать, я буду идти на принцип. Я хочу жить в розовой комнате. Так, Миш, в чем дело? Почему же за коалицией ты собралась тут собирать? Ну, собственно, моя коалиция это я, да еще раз я. Вот и все. Ух ты! Ну, ты обеспечен выигрыш в войне. Ксюша, Мишины шутки порой бывают. Вот Мишины шутки. Опять, может, ты пошутил. Я всего лишь пошутил. Я точно не понимаю такие шутки. Когда Миша шутил в сторону Наташи, Алена понимала, что Наташа, Наташа, это шутки. Когда Миша пару раз пошутил жестко. Когда Миша... Не перебивайте меня, пожалуйста. Когда Миша пару раз жестко пошутил в сторону Алены, вот тут уже Алене шутки не понравились. Из-за того, что она испортила, ей не нравятся отношения с Мишей, она хочет испортить отношения со мной. У меня уже, говорю, Ален, дело не в этой розовой комнате. Мне очень нравится моя комната, я с удовольствием в ней останусь. Я говорю, в глубине души очень сильно разочарована, что ты так поступаешь со мной, из-за того, что у вас ссора с Мишей. Карин, что ты хотела сказать? Я сначала изначально начну. Насколько я помню, Саша с Надей, уезжая там куда, на море, да, они уехали отдыхать, они заявили о том, что ребята, то есть Миша с Надей... Мы передаем ребятам комнату. Да, я скажу. Мы передаем ребятам комнату. Мы передаем ребятам комнату. Посмотрят за моей комнатой. Мы посмотрим, Карин, у тебя с памятью что-то не так. А ты вообще утухни здесь. Ты затыкаешь себе рот. Ты еще искали его на Лене. Мы теперь ссоримся с ней. Да, конечно. Да, утухни вообще. Да это не так, но вот здесь мы сидели и говорили, что ты не таян. Ой, утухни вообще. Я тебе еще раз говорю, дай сказать, что Карин, тебя все слушали, все ребята на лобном месте. Надь, действительно, ты высказалась, пусть выскажутся другие. В чем дело вообще? Так, Миш, в чем дело, что за оскорбление вообще? Так, тишина, я сказала, сейчас говорит Карина. Не мешайте. Какая она затычечка? Карин, говори. Насколько я, помню это все лобное место. Они сказали, пусть ребята присмотрят за нашими вещами, за нашей комнатой. И потом, когда они селятся в старую комнату, они как бы им уступают вот это вот в розовый. Но пока официального уступления такого комнаты не было. У нас, давайте ходить, я не знаю. Я ему дала телефон. Ну, голосования не было, Надь. Тишина. Никто против не было. Тишина. Голосование было? Никто против не было. Нет, они спросили. Ну, а сейчас против. А сейчас против. Я не говорю тогда, потому что они сказали... Хорошо. Но сейчас нашлись люди, которые против. Подожди, сейчас, да? Значит, будет официальное голосование сейчас. Мы официально живем в этой розовой комнате. И тогда никто против не было. Можно я скажу? Да. Я спросила у организаторов, и мне сказали о том, что каждая пара каждую неделю презентуют на конкурсе. Если мы сегодня застеляемся в розовую, на следующей неделе ты можешь оспорить. Да, ради этого. Алена, я тебе про человеческие отношения говорила, а не про правила этого проекта. Мне изменились человеческие отношения. А почему? После того, как Миша... Знаете, как он сказал, я? Сказал, что я там присутствовал. Он сказал, Алена, я пересмотрел свое отношение к тебе, и я с надеждой буду против тебя, и еще наберу людей, чтобы тебя не поддерживать и вообще выкинуть. Карин, при чем отношения с Аленой и наши отношения с Аленой? Я их не хотела портить. Вот я, например, считаю, что ситуация абсолютно идентичная. Почему они не имеют права точно так же официально заселиться в комнату? Условия абсолютно у всех равны. Вы там пожили достаточное время. То, что вам дали посмотреть за вещами, посмотреть за вещами, я повторю. Юль, я тебе что угодно, лишь бы мне насолить. Мать, честно, мне на тебя глубоко наплевать. Да, вряд ли тебе. Я не скажу, что тебе на меня не наплевать. Почему-то очень интересно. Потому что лишь бы мне насолить. Я не знаю тебя, что ты лично. Ты лично. Мне гораздо приятно сейчас наблюдать за этой парой, чем нежели за вами. Да, тебе можно подумать, когда-то было за нами, приятно наблюдать. Натя, а почему ты так оскорбляешь Юлю? Что значит, ты тупая? Потому что она не так буличная и тупая. Потому что она такая. Ну, Натя, я не хочу о тебе ничего говорить. Ты сама все могут высказывать свое мнение. Но ты оскорбляешь человека, это некрасиво. Это мое мнение. Она говорит, Натя, она уже тебе нужна имя той девушки, которая вот есть на самом деле. Поэтому я ничего тебе не хочу говорить. Наташа. Люди это видят и знают. Девчат, ну вот, может быть, мне изменяет память, но на самом деле Гобозовы говорили, что мы там для того, что мы хотим свою комнату передать Наде с Мишей. И как будто бы они туда заселились, но вещи мы оттуда не вывезли, потому что солнце еще не выехало. Я это слышала. Подожди, Ален, дело не в этом. Мне знаете, что поражает вас, девочки? Что Надя, что Алена? Для вас цвет стен важнее дружбы. Вы что из этого устроили? Какая разница, в какой комнате жить? Вот, я сам полностью согласна, я тебя подержу. Там есть три... Тихо. Ну, говори, говори. Вы слышите, вы себя... Я тебе объясняю, Наташа. В какой смех стен мы остаемся жить в этой комнате? Да там три комнаты, и обязательно все схватились за розовое. Не кричи, не кричи, пожалуйста. Я не слушала себя. Какое дерьмовое, а ты что, Миша, это дерьмовое отношение? Ребята, девочки, ну разве такое можно? Вы что, успокойтесь. Да какая разница, розовое, фиолетовое или желтое? На самом деле, я хотел эту комнату уступить вот этим замечательным людям. Да сейчас уже все что угодно можно говорить, Миш, знаешь. Нет, да, это все понятно. Ладно, ребят, давайте доведем все-таки до ума эту ситуацию. Итак, давайте представим, что у нас только одна розовая комната, две пары претендуют. И начиная с Наташи, против какой вы пары? Итак, Наташа. Я против обоих пар, я не хочу здесь выбирать ни между кем. Я вот честно, это смешная ситуация. Хорошо, ты, Миш, на это право. Саша. Не, я как, что хочу сказать. Просто нам понравилась розовая комната, но мы хотим побороться. Саша, значит, ты против Нади и Миши, правильно? Ну не то, что против Нади и Миши, но вот это официально. Надо выбрать. Саш, получается, да. Голосование. Ну да, за розовую комнату. Алена. За то, чтобы мы жили в розовой комнате. Против, Надя и Миши. Так, Радуга. Я хотел бы воздержаться от голосования, потому что неплохо отношусь к объем парам, но конфликт, мне кажется, вообще не стоит. Не то, что выеденного яйца, он даже с кровопы не стоит. Спасибо огромное. Карина. Я хочу сказать, что Надя с Мишей пожили и в зеленой комнате, и у нас еще там какая-то, где Оля Моцак жила, и в этой комнате пожили. И я к вам отношусь никак, и поэтому мне и Алена, и Саша, я не буду, да, кричит душой, они особо мне и так близки, но к вам я никак отношусь, и поэтому в моих интересах поддержать ребят. Пусть они молодая пара, пусть даже и меркантильные хотят туда, и пусть показывают свой характер. Я не считаю, что вы должны как-то превосходить их, вот и все. Спасибо, Русь. Так, у меня следующее. Я хочу подбросить монетку, но я монетку забыл в комнате, и я, в общем, это будет жвачка, маленький батончик. Значит, на одной стороне полосочка, это... Брось Карину. Да, за ребят. Как перевернется. Полосочка за ребят, а там, где не полосочка, а ровная поверхность гладкая, за других ребят. Просто мне на самом деле кажется... Настолько неинтересно, что даже вот решил довериться с жвачкой. Нет, в данной ситуации, понимаешь, в данной ситуации, для меня эти пары, они равнодействуют. Как вот, знаете, вот это Питер и Гретхен, Пердун и Варвара, ну вот это вот все, понимаете. Ну, в общем, сейчас, сейчас я пойму. Давай, кто? Вы остаетесь. Вы в розовой. Кристина. Я хочу сказать, что я Надю уважаю так же, как и Алену, так что я не могу голосовать за какую-то одну пару, это раз. А вторая причина, мне очень бы не хотелось, чтобы Алена выезжала из нашей комнаты, потому что, наверное, только она одна из новеньких поддерживает меня. Спасибо, Юля. Ксюш, ну у нас, как бы, я не могу сказать, допустим, мне, Миша так же остается, да, человеком, которого я, в принципе, поддерживаю, да, пусть он там что-нибудь говорит, но, тем не менее, я поддерживаю вот эту пару, чтобы они заселились. Ты против Нади и Миши? Против Нади и Миши, да. Так, Наташа. А, ты же гость, да. Надя, вы, соответственно, с Мишей против Саши и Алены. Да. Ну что ж, таким образом у нас получается, что Алена и Саша заселяются в розовую комнату. Давайте поаплодируем. Вы какую комнату выбираете, Надя и Миша? А мы в своей комнате и живем. В своей комнате. Ну что же, ребята, ребята остаются в своей комнате. Что будет дальше, вы увидите сразу после рекламы телеканала ТНТ. Спасибо. Жиденькие аплодисменты! Ну что же, ребят, я вас сегодня собрала в эту романтическую ночь и в столь магической атмосфере. Хочу вам поведать о том, что мечты сбываются. Вот, Оль, назови свою мечту. Кем ты хочешь стать? Ну что же, ребят, я вас сегодня собрала в эту романтическую ночь и в столь магической атмосфере. Хочу вам поведать о том, что мечты сбываются. Через два месяца вы переезжаете в новые квартиры, которые специально для вас будут построены. Я не зря сказала, что мечты сбываются на Доме-2, потому что вам будут предоставлены не только шикарные апартаменты, а также каждый из вас имеет какую-то мечту. Вот, Оль, назови свою мечту. Кем ты хочешь стать? Тогда вырастешь. Ой, ну у меня очень много планов. Во-первых, у меня уже есть не то что планы, а недавно я вам сообщала новость, что я прошла кастинг и сейчас я являюсь ведущей одной рубрики на канале ТНТ «Утреннего шоу». То есть твоя мечта стать ведущей, правильно? Да, это стать ведущей профессиональной, чтобы меня приглашали в разные программы. И, ну, конечно же, я буду пробовать себя в других сферах. Я буду ходить на кастинги, может быть, я стану телезвездой. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем мечты и Ольги, потому что она уже сбылась. Солнце, о чем мечтаешь ты? Скажу, что я всегда стремлюсь к одному и тому же. И я надеюсь, что эта мечта уже наконец-то уже как-то приблизится к осуществлению. К реальности. Да, это, естественно, альбом музыкальный. Все знают, что я его записываю уже много лет. Да, да. Обычно люди, я не знаю, с нуля можно написать уже альбомов 20. Вот мне, знаешь, мешает, мешает забор. А что же солнце? А когда я перейду в Москву, мне забор мешать не будет. А еще у меня будет ночное шоу свое. Конечно, будет связано с музыкой. Не надо мне аплодировать. И будем соревноваться с Ольгой Бузовой. У меня будет по утрам, у нее ночью. Мы будем смотреть мое шоу с утра, а вечером... А вечером спать. Нет, смотреть шоу «Солнце» с Наськой за ее шикарными... Этими калачами. И так, Степочка, у тебя какая мечта? Ну что же, моя мечта довольно-таки проста. Моя мечта идет родом из детства. Я давно хотел снимать фильмы, и вот теперь я созрел, что... Я вот снимался три года сам, а теперь сам хочу снимать. Ты хочешь стать режиссером? Да, я хочу стать режиссером, но не реалити шоу, а художественных фильмов. Давайте поаплодируем Степке на мечте, которая тоже обязательно сбудется. Сэмик с Настей, у вас, наверное, какое-то... У нас общее будет, да? Да. Вы знаете, мы... Это на самом деле очень здорово, когда у нас одна мечта на двоих. Мы не будем повторяться и не хотим занимать то поприще, которое уже занимает Солнце, которое занимает Толя. Мы совершенно хотим заниматься другими вещами. То есть не телевидением, да? Нет, мы хотим... Мы хотим заниматься бизнесом. Да, мы хотим заниматься чем-то, что приносит прибыли. А в данный момент у нас возникла идея открыть свое кафе. Потому что, как бы, я думаю, что всем ребятам, всем и ребятам, которые здесь присутствуют, также ребята, которые ушли с проекта, надо какое-то одно тусовочное место, где все будут собираться, где будет именно наше. Ну что же, мечта с Эмикой и Настей тоже обязательно осуществится. А я хочу сказать еще вам следующее, ребят, о том, что помимо того, что у вас будут квартиры, я вам сейчас клятвенно обещаю, что в планировке вашей комнаты, вашей квартиры, ваших апартаментов, вы будете участвовать сами. То есть вы будете участвовать с дизайнером и говорить свои пожелания. Как вы видите, свои жилища. Подожди, Ксюша, то есть это квартиры наши, да? То есть никто не сможет на них претендовать из ребят? Ну, да. Наталья так говорит, я думаю, что жать. Ну, при чем здесь это, Юль? Ну, это твое мнение. А мое мнение, то, что я не хочу влазить в этот конфликт. А если бы ты была в ситуации... Алена, слушай, если бы ты была в ситуации... Он сказал, что сейчас будет против нас пара, ладно, сейчас у нас иммунитет. Я буду против него голосовать, если мы с ним не померимся. Да, это твое право. Во-первых, я знала, что вы по голосам выигрываете. Чего здесь я, не пойму, зачем должно влазить? Я вообще считаю, что этот скандал... Ну, да, что не могла знать, откуда бы они выиграли по голосам. Вот если бы не воздержался народ. Я считать не умею. Нет, ну, в смысле, а если бы кто-то не воздержался, или что? Точно так же могли бы они проиграть. Я знала расклад, при чем здесь это? Откуда ты знала? Прямо как все проголосуют, ты знала? Да. Мне нужна была эта борьба. Я слышала меня ранее. Я не уеду, зайка, еще кого-то нет, у них там еще вещей, мы... Как я буду делать? Ребята, на самом деле, здесь у каждого есть свое мнение. Почему я сейчас у приказа? Так же, как и у меня, вы сказали, очень удобное положение. Если действительно было тяжело, то вроде, что с тобой хорошо общаешься с нами. Я не конфликтный человек, я спокойный. Спокойный там, ну, Аленка, видишь, завелась по этому поводу. Не, я тебе просто, знаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, видишь, ну, вот, так как сейчас она так сделала, я буду в следующее голосование. Просто сейчас не было тех людей. Видишь, специальное голосование так провели. Подняли мы, ну, да, развели по скандали. Не, я просто хочу, чтобы ты понял, что здесь, в смысле, если, например, я что-то говорю, вот, Алена, там, какую-то войну, там, не войну, это на самом деле, ну, в смысле, не значит, что я там какие-то чувства испытываю. Просто, ну, как бы, я, там, к тебе, например, отношусь вообще, ну, не скажу, что хорошо, я не скажу, что плохо, нейтрально покажешься, потому что я тебя не знаю. Мы не знаем особо. Да, мы не знаком, поэтому я не могу к тебе, там, ни симпатию, ни антипатию испытывать. Ну, то же самое. То есть, в принципе, ну, здесь между ними, можно сказать. То есть, если к чему там они договорятся, я не знаю, конечно. А между нами вообще никаких не может быть. С сегодняшнего дня у нас начинается отпуска. Да. И первыми нас в отпуск уезжает Сэмик и Настя. Пойдем, Бородулька, ждем в гости. Пойдемте к воротам. Пойдемте вас проводим. Проводим. Что тебе Мишка говорит? Мне ничего. А ты ему что говорил? Ну, чтобы он так не шутил или за шутками своими следил, как бы, знаешь. Ну, ты ему этот спокойный или как-то показал свой характер? Понимаешь, не, спокойный. Не, зачем? Да ну, Саша, мне кажется, вообще спокойный, нормально. Я не конкретный особый человек. И вообще, как бы, вот это все, что было, это, я считаю, мы правы в том, что мы тоже парой можем презентовать на эту комнату. Абсолютно верно. Естественно. Это они там вот-то воскричались. Все, что мы вот проголосовали, могли бы они точно так же выиграть. Никаких обид, что они начинают вот эти обиды. Я тоже так считаю. Надя, еще раз ты будешь орать не по теме. Еще раз, просто-напросто. И что? Да нет, я тебя не пугаю. Просто мне смысла нет рядом с тобой сидеть, потому что я не мог, извините за твоего крика, высказать свою мысль. Ты, по сути, ничего не говорила, голосила только и не дала мне сказать, высказать идею, которую я бы обозначила сразу же. Ты просто кричала. Ты тупая, ты там двуличная. Ты не относилась к этому вопросу, понимаешь? Ну и что? Если это мое личное мнение по поводу Юлии, это единственный человек, которому я перехожу на личности. Я тебе еще раз повторюсь. Повторяйся. Если ты еще раз так будешь переходить на личности, значит, ты будешь одна сидеть, потому что ты мне мешаешь высказаться, Надя. Миш, Юля это единственный человек, которому я буду переходить на личности. Я не без разницы на Юлю. Я не прекращу. Мне без раз... Молодец. Ты очень умна. Очень. Больше не спрашивай у меня ничего хорошего по поводу там, что, как сделать. Раз ты такая умная сама. Не, ну просто я тебе говорю, ты такая умная у меня, что, наверное, ну я скорее буду у тебя спрашивать, что делать мне и как. И я так понял, в нашей паре высказываешься, высказываешься, только ты одна. Если это можно назвать высказыванием. Чтобы выжать, завистью. Они уже все, можно ждать. Черной и белой завистью мы вам завидуем. Завидуйте, завидуйте. И мы завидуем. Сегодня дожди. Пока.